Не жалея своей жизни, а вот это зря, прервал я его. Свою жизнь стоит жалеть и беречь, она нам всем еще пригодится. Среди нового пополнения 9 человек оказались ранены. Правда, все легко. Я имел еще одну возможность убедиться, что фон Зейншанса не солгал, убеждая меня в высокой квалификации лейтенанта Сокольницкой. За прошедшее время отношение к ней в нашей команде кардинально изменилось. Тем более, что уже на третий день марша к лагерю военнопленных, когда организмы моих ребят, подхлестнутые резонансным возбуждением метаболизма, достаточно перестроились, чтобы к вечеру они уже не выпадали в осадок всем скопом, я дал ей возможность рассказать свою историю. После этого все некоторое время сидели, задумчиво глядя в огонь. А потом Горбус осторожно вытянул руку и погладил ее по голове. Да, досталась тебе девочка. У них у всех была своя трагическая история, но они все-таки были мужчинами и солдатами. Кстати, как я и рассчитывал, рассказ Вилоры несколько изменил отношение моих орлов и к тому немцу, и, соответственно, к моему решению его отпустить. Все же таки этот немец оказался человеком слова, и никоим образом за все время, пока он был с девушкой, не совершил ни единого предосудительного поступка. Что же касается того, что он ведь где-то же все-таки был ранен, то есть явно воевал против нас, то это же осталось за рамками рассказа. А значит, по большому счету, не имело значения. Вечером, закончив допрос пленных конвоиров, я приказал Головатюку разобраться с ними. А сам задумался. Я уже накопил достаточной информации о нападающей стороне, чтобы не поразиться некому удивительному сходству двух лидеров воюющих держав – Сталина и Гитлера. Человек вообще устроен очень незамысловато, во всяком случае, простой человек. То есть я здесь, конечно, не имею в виду простоту в общении, которой и сам стараюсь придерживаться насколько возможно, а простоту картины мира вследствие сосредоточенности на простых жизненных реалиях и отсутствие благодаря этому всякого побуждения к развитию и способности к рефлексии. Основное развитие подобных людей в целом может остановиться уже годам к 15-20. Когда люди, способные стать сложными, только лишь приступают к главному этапу своего развития. Так вот, такой простой человек всегда и во всем ищет правду и справедливость. Но не высшую предельную, уже близко коррелирующую с истиной, каковая для человека достижима только чудом, потому что является категорией Бога, а свою. То есть ту правду и ту справедливость, которые кажутся таковыми именно ему. Причем, почему кажется, он не задумывается. Более того, он совершенно не подозревает, что могут существовать иные, отличные от его правды и справедливости. Ему кажется, то, что он считает правдой и справедливостью, есть единственно возможная правда и единственно доступная справедливость. Других быть не может. А если присовокупить к этому, что практически любой человек всегда переоценивает и свою значимость, и свое положение в социуме, да еще часто выдает желаемое за действительное, то для простого человека индивидуальные поиски правды и справедливости почти всегда безуспешны. Если рядом нет человека, который сумеет согласовать различные картины правды и справедливости и сделать из них одну более-менее приемлемую для всех. Так появляются великие вожди. Но согласовывать эти картины можно несколькими способами. Если вождь идет легким путем, например, объявляя единого для всех врага, обнародовав ключевое отличие, по которому легко и свободно определяется этот враг, другой цвет кожи, форма носа, наличие богатства или то, с какой стороны враг предпочитает разбивать яйцо, с помощью которого задается некий всеобщий полюс зла, и, соответственно, сближаются индивидуальные картины мира множеству людей, то простые люди радостно устремляются за ним, не замечая, что создают страшное чудовище, пожирающее само себя. Ведь привычка к наличию единого полюса зла очень изразительна. И когда окончаются или становятся неактуальными одни враги, достаточно просто объявить следующее отличие. Так появляются вожди разрушений. Ибо что бы они ни построили, а они не только разрушают, но и строят, причем зачастую много, самое главное их детище, социум, который они создали, довольно быстро обрушивается. Очень часто это происходит по историческим меркам практически мгновенно. Впрочем, рано или поздно такая судьба постигает любой социум, даже созданный вождем созидания. Хотя в этом случае все происходит гораздо позже. И, как правило, не так больно для людей, которым все равно не слишком повезло жить в подобное время. Так вот, и Сталин, и Гитлер были именно вождями разрушений. Впрочем, Гитлер все равно произвел на меня намного более негативное впечатление, чем Сталин. Его полюс зла отсекал на порядке большее число людей, чем у Сталина. Так что, по всему выходило, он уже близок к точке начала падения. Несмотря на то, что эта война вроде как развивается для него более чем успешно. Следующие полторы недели мы были заняты интенсивной боевой подготовкой. Оружия на всех не хватило.